Имеешь ли ты моральное, бизнесовое право учить людей другим бизнесом, потеряв свой? Лучше, чем сидеть бухать. Многие люди, благодаря тому, что поверили мне, потеряли деньги. Классная бизнес-стратегия. Наконец-то! Достаточно оскорбительные комментарии для таких людей, как я, которые бегают медленно. Волки в овечьих шкурах. Было не смешно. Ты по факту нигде. Просили, ну вот так просили. Это немного аморальная история, нет? Слушай, ты извинишься? Добрый день! Снимаем проект «Большие деньги». Сегодня с Андреем Анистратом. Как бы ты сам себя охарактеризовал? Кто ты? Мотиватор, бизнес-коучер, банкир, инвестор, продавец самой лучшей в мире говядины. Я все перечислил? Отец пятерых детей. Важно. Бегущий банкер. Бегущий банкер? Бегущий, наверное, подходит к тренеру, возможно, к отцу пятерых детей, но точно с большим трудом подходит к банкиру. Слово «бегущий» и слово «банкир» предполагают потерю банка по ходу движения, нет? Нет, это название дал наш с тобой общий друг Федори Вандри, причем это было очень эмоционально, в режиме съемки первого видео, которое ты видел, и это было так. Как мы это назовем? Будет «бегущий банкер». Банкир – слово такое, противоречивое сегодня, да, а сочетание, ну, оно такое провокационное, оно продающее. Бегущий банкер? Да. Убегающий? Нет, бегущий. Хочу разобраться, на самом деле это важно, как лодку назовешь, так она и поплывет. Я помню это выражение из наименного «Прыгода капитана Врунгеля», и, безусловно, с тобой, ну, именно бегущий, именно бегущий. Ну, от себя не убежишь, на самом деле. То есть, все-таки не бегущий? Ты же знаешь, нет, не убегающий, а бегущий. Бегущий банкер? Да. Зафиксировали, так кто ты для себя сейчас, какой у тебя статус? В каком ты статусе себя комфортнее чувствуешь? Ты знаешь, наверное, ютюбер. Ютюбер? Это мы не перечисляли. Ну, сегодня основное мое направление, моего усилия, мозга, мысли, я думаю о ютюбе. А вот это жилобность с серебряной кнопки озвучена. Это промежуточная позиция, она, ну, для каждого из нас что-то интересно повесить на стену. Ну, вот мне сейчас интересно повесить серебряную кнопку, хотя их много в мире. А если сравнить статус обладателя серебряной кнопки ютюбера и обладателя или основателя успешного банка, то что бы ты выбрал? Сейчас серебряной кнопкой. Ни о чем не жалеешь? В смысле прихода с утра в офис, руководства большим коллективом, разработки стратегии финансового, общения с клиентами? Всему в свое время жалею. Плохое слово. Да, мне хочется масштаба. Безусловно, мне хочется масштаба. И я к нему иду. Вопрос, когда это сконфигурируется. На самом деле масштаб, который мне сегодня нужен, он значимо больше, чем тот, который был у меня. Мне кажется, или ты сейчас более счастлив, чем когда был в роли банкера? Счастлив, да. Сейчас я более счастлив. Это правда. Очень часто люди, которые нас смотрят, задают вопрос, что семинаров и обсуждений, как люди достигли успеха, достаточно много. Но очень мало обсуждений факапов и выводов из них. Что бы ты посоветовал тем людям, которые нас смотрят, такие ошибки не допускать? Ошибок много. И я на самом деле в своих семинарах часто говорю о факапах. Я часто останавливаюсь на том, что пошло не так, что было не так. И коучинги, которыми я сейчас занимаюсь, наверное, процентов 60 направлены на то, чтобы дать возможность людям избежать этих ошибок, научиться на моем опыте. То есть фундаментальной ошибки выжившего нет в твоих семинарах? Фундаментальной ошибки. Помнишь эту теорию, что все всегда изучали, почему выжили определенные пилоты самолета? А потом один раз задали вопрос, а что произошло с теми, кто недалеке до аэропорта? И тут вскрылись совершенно невероятные, поразительные подробности, которые анализируют, которые минимизировали количество авиакатастроф. В твоем случае обсуждение того, что где-то что-то пошло не так, это полезный опыт для тех людей, которые тебя слушают? То есть, другими словами, это полезнее, чем слушать историю успеха? Сто процентов полезнее. Я об этом. Я с первой минуты фокапа могу сказать, что у меня такая подсознательно, постоянно была мысль, за одного битого, двух небитых дают. Мой опыт, он бесценен. Я за него заплатил большие деньги. И именно так я его воспринимаю. Знаешь, я часто думаю об этом, знаешь, это такой капекс. Это была инвестиция. Это было не наказание, это было обучение? Да. Если тебя пригласят, учитывая твой опыт, в чужой банк поруководить операционно, пойдешь? У меня было одно предложение, серьезное, я его рассматривал, но не пошел. По амбициям? Нет, по амбициям как раз все было хорошо, по деньгам. Для многих людей ты мотиватор для методичных физических медитаций, так я называю просто. Когда-то давно я прочитал твой фейсбук, удивишься, я после этого пробежал берлинский марафон, 42 километра. Время, конечно, не очень, но я пробежал, ни разу не остановился. Я думаю, что еще огромное количество людей, которые прочитали про тебя когда-то в смысле марафонских дистанций что-то интересное и побежали. Прочитали, увидели. Прочитали, увидели, пробежались рядом. Мы с тобой бежали, я помню, по Трухановску. Ты сказал, что поскольку ты бежишь в таком темпе, что мне скучно, то я буду в это время с тобой разговаривать. Давай хотя бы буду говорить, чтобы загрузить себя дополнительно. Ты считаешь, что такое же количество людей должно быть в бизнесе сейчас, которые будут на тебя ориентированы? И семинары твои, они о беге или о бизнесе? Три разных вопроса. Первый вопрос о людях, которые смотрят и как-то мотивируются. Я много думал, что мотивирует людей. Я такой раздражитель. Для многих я раздражитель и я это понимаю, они равняются или пытаются соревноваться со мной в каком-то формате соревноваться со мной. Первое, я не профессиональный спортсмен, но при этом мои результаты в марафонах, в аэронменах близки к профессиональным. И это дает возможность человеку сконфигурировать некий такой маркер для себя, вот как можно, конфигурируя это с нормальной жизнью. Количество людей я оцениваю где-то между 20 и 100 тысяч человек. Вот где-то так. Хочу ли я, чтобы были в бизнесе такое количество людей? Вообще, в принципе, я хочу, чтобы этих людей было миллионы, миллионы помененных мною. И это и есть моя основная цель, то, чем я занимаюсь. А автоматически из этого будет выплывать несколько разных других активностей, изменение своей жизни, принятие каких-то смелых, ответственных решений, иногда уход с работы по найму, в бизнес, принятие инициативы на себя. Это действительно моя задача. Я для себя ее именно так и конфигурирую. Проект – большие деньги, напоминаю. Без политики, без сценариев, ты видишь, ты не знаешь о вопросах, я не знаю о ответах, нет никакого плана передачи, все в прямом эфире, без клеек, без купюр, но напоминаю, проект – большие деньги. Где в деятельности некого пастора спортивного деньги, ты как собираешься это капитализировать? Только вторичная капитализация, не вторичная монетизация. Продажа спортивной формы? Нет, на продаже спортивной формы не заработаешь. Это может быть что-то, новый экспириенс какой-то, который выйдет из текущей деятельности. То есть сейчас у тебя плана монетизации своей деятельности нет? Сейчас я живу на мизерах. На мизерах. Это инвестиция в будущее? Ну, в том числе. Ты это так рассматриваешь? Да, да. Точка выхода в деньги у тебя прописана? То есть какой план? Я хочу понимать, это суммунный путь счастья? План на этот год есть в деньгах. Он формируется из трех параметров, которые сегодня дают кэшфлоу. Первый – это самый доходный. Это персональные коучинги. Это персональная работа, за которую я плачу, за которую я беру достаточно много. Это попытка пропустить свои задачи через мой опыт человека, который это может себе позволить. Вторая часть, которой я серьезно занимаюсь, это инфопродукт «Твой первый марафон». Он продается в онлайне. Мы сейчас этот продукт запустили в промышленную продажу. Я долго занимался ним. Я записывал, наверное, у меня съемочных дней было, наверное, 12-14. Это ремонтаж из Майами, это эта история, да? Нет, 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 нет. Это методические указания, как пробежать свой первый марафон для тех людей, которые… Если бы я давно, 4 года назад, обратился бы к тебе, ты бы мне ту консультацию уже продал? Я бы тебе, наверное, предложил, как вариант, купить ее, да, но ты не совсем целевая аудитория. Ты хай-левел, а такие люди берут только персональный коучник. А у меня же был персональный коучник. Мы бежали вдвоем. Нет, нет, ты вообще не… Это когда мы бежали на Трухановострове? Да. Да, и мы проводили время, мы проводили время, послушай, нет, 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 мы бы сейчас с тобой точно так же побежали вместе. Не продал бы. Да, нет, о чем ты говоришь? Это массовая аудитория, это те люди, которые не могут себе позволить тренера персонального, которые не могут… Да, они смотрят YouTube плюс содержание набора каких-то планов, стандартизированных под их состояние здоровья, соответственно, получают понимание, как им готовятся и готовятся по этим планам. То есть это опять не банковская… Нет. А в рамках семинара о бизнесе что-то рассказываешь? О факапах, о рынках, о мире, о том, какие тенденции сегодня есть, о чем надо думать, как цифровать свой бизнес, как его продавать, как не надо ориентироваться в Украину. А скажи, а имеет право факапер учить бизнесу? Слушайте, я вообще считаю, я за широкие права вообще людей. Я думаю, что да. Еще раз вернемся к тезису о том, что за одного битого двух небитых дают. Я думаю, что… Еще раз, мой опыт бессонний. Бессонний. Одного битого в конкретном узком профиле бизнеса, когда ты доносишь свои ошибки, люди их не повторяют. Но когда человек, который походу потерял бизнес, сейчас то, что вижу я, это такой судорожный поиск счастья и капитализации. Да, счастье ты нашел, ты органичен, ты в отличной форме, ты пробегаешь марафоны аэронмены с показателем близким и профессиональным, являясь непрофессиональным спортсменом. Но можешь ли ты, имеешь ли ты моральное, бизнесовое право учить людей другим бизнесам, потеряв свой? Да. Это философский вопрос. Да. Имеешь право. Я чист перед самим собой, перед социумом. Я спокойно людям смотрю в глаза, понимаешь? Хотя кармически мне самое сложное, что было пережить, это то, что многие люди, благодаря тому, что поверили мне, потеряли деньги. И это для меня так, знаешь, мне сложно это пережить, еще раз говорю. Я это переживаю, и этот процесс, он в каком-то таком, знаешь, трансформационном состоянии. Но внутри себя, особенно сначала мне, я знаю людей, которые последние потеряли. Если не хочешь испортить свою жизнь, держись подальше от тех, кто испортил свою. Перефразируя все-таки на бизнес-подход. Нет ли у тебя надрыва или вопросов к себе в части обучения людей успешному бизнесу? Слушай, я никому не навязываюсь. Я никому не навязываюсь. Твой бесконечный бег с невероятными результатами. Это не уход от тех вопросов, которые тебя волнуют внутренне. Но есть надрыв, ты понимаешь? Он есть. Я хочу его исследовать. Я хочу понимать. Твой пример, он не традиционен на самом деле. Смотри, какая история. Есть уже более-менее портрет людей, которые участвуют в нашей передаче. Это успешные ребята, которые сделали, которые с целью с утра проснулся. Замотивирован, пошел, все понимает. Переговоры, летит, путешествия по миру, контракты, B2B, либо операционный бизнес. То есть у них все хорошо. Ты пример человека, который шел, по дороге потерял бизнес. От этой истории убегает с невероятными результатами. По дороге нет плана внимания капитализации. На этом суммфоне есть желание говорить и давать советы. И есть опыт факапера. Как это все ты совмещаешь? И как ты думаешь, это продает? Жень, я тебе скажу, что вот тот статус, в котором я сейчас нахожусь, я такая первая ласточка трансформации. И то, что тренд трансформации будет востребован в ближайших 15-20 лет, мега востребован, благодаря тому, что происходят совершенно колоссальные вещи в мире. То есть ты прогнозируешь, что некие бизнесмены, теряя работу, будут уходить в консалдинг и в ютуб. Нет. Я думаю, что они будут уходить в два направления. Один – это водка и забвение, а второй – это они трансформируются и найдут себя в чем-то новом. А ты оставляешь право за людьми, которые делают свой бизнес, оцифровать его, диджитализировать и продолжить его с большей скоростью? Конечно, конечно. У него не было третьего пункта. Такие же люди тоже есть? Они останутся? Их большинство? Я говорю о тех людях, которые потеряют. Ты сказал о том, что что будет с теми людьми, которые потеряют. Но есть еще те, кто не потеряют? Нет, те, кто безусловно есть, конечно. То есть мы оставляем этот третий пункт? Безусловно. Это единственное, кто не потеряет. Мы говорили с тобой только что о том, что есть некая внутренняя интенсивная дискуссия, я вижу, по поводу тех людей, которые тебе поверили и потеряли деньги. С ними сохранены какие-то отношения? Конечно. Со всеми разные. То есть на входе я не видел никаких людей с битами, с транспарантами и прочих догоняющих. Это все были заказные. Да, видимо, потому что ты быстро бегаешь, догонять тебя бессмысленно. Но все-таки, по-моему, в интервью владелец или совладелец «Новой почты» говорил о том, что они потеряли в твоем банке какую-то сумму. Например, по перечню, Владимир. То есть, например, с ними есть диалог? Ну, с ними есть отношения спокойные. Диалог, ну, они отвечают на телефоны. Важно, чтобы в этой ситуации отвечал ты, потому что ты должен. Но мне кажется, что ситуация была бы спокойнее, если бы они получили обратно свои 2 миллиона, нет? Безусловно, но такой возможности нет на сегодня. А когда появится, когда ты капитализируешь, ты с кем рассчитаешься с первым? Кому ты считаешь, ты должен отдать в первую очередь свои долги? Жень, ты понимаешь, что... Хороший вопрос. На самом деле-то они потеряли в банке, они не потеряли их, я их не взял, не положил в тумбочку. Это корпоративное обязательство. Я думаю, что с каждым из потерявших будет какой-то свой путь выхода. И какой он будет, я не понимаю. Тут важный бизнесовый вопрос. Очень многим в связи с кризисом неплатежей, бизнесменам, которые нас смотрят, всегда должны деньги. Ты можешь посоветовать какие-нибудь универсальные правила? Кстати, рекомендую тебе добавить в свой семинар о том, как нужно вести диалог, чтобы тебе первому из длинной очереди вернули деньги. Вот кто самый талантливый из твоих кредиторов в смысле получения корпоративных долгов? Может, есть какой-нибудь такой креативный способ получения? Ты задал один вопрос, а подводку делать? Ты уверен в том, что мне надо дать совет, как получить первым? Я бы с удовольствием воспользовался твоим опытом, как человека, который находится с другой стороны, потому что любому бизнесмену сейчас должны деньги. Все, практически все продают свои продукции срочкой платежа, ты это знаешь. И очень часто бывают такие клиенты, которым нужен определенный подход. Кто-то просто недисциплинирован, у кого-то это стратегия, у кого-то реальные проблемы, у кого-то реальные проблемы, и стратегия, и недисциплинированная политика. Зависит от масштабов, от количества дебиторов. Если масштаб небольшой и количество дебиторов невысокое, то это персональные отношения, нужно их иметь. Если это система, то система должна быть безличностной. Возвращаю тебя к ответу на вопрос, когда ты сказал, что у меня есть определенный внутренний диалог, что люди мне поверили, вложились деньгами, и теперь они должны. Из тех людей, которые тебе поверили, которые берут трубки, от которых самое главное берешь трубки ты. Я от всех беру тут. Отлично. Классная, кстати, стратегия. Так вот, общаясь с ними, есть кто-то очень креативный, чем мы можем получить зрителей этого замечательного проекта? Каким быть, чтобы быть первым в очереди за деньгами? Ну, наверное, самое успешное, это те, кто стали моими союзниками. Они помогают, правильно? То есть, главный залог успеха при форс-мажоре, это стать союзником того, кому... Кому нужна помощь, да. А есть ли их много, союзников, или нужно определить самых эффективных? Послушай, есть ли их много, то ты будешь сильнее всех. На самом деле, в жизни получается, обычно союзников как раз немного. Это, кстати, классная бизнес-стратегия. Мы сейчас поговорили, классная бизнес-стратегия. Знаешь, один мой товарищ, я даже скажу, что в какой-то степени ментор, он мне когда-то сказал... Назови его потом. ...велик тот, кто может врагов своих обратить в друзей своих. Это не совсем тот случай, но, скажем так, это откликается. Кто это? Это Геннадий Кернис. Так, он говорил о деньгах или он говорил о деньгах? Когда ты находишься на вершине мира, ты управляешь большими деньгами, у тебя розовые очки, у тебя много друзей, у тебя большая телефонная книжка, все всегда готовы. А потом, когда все вдруг останавливается, телефонная книжка сокращается в разы, в десятки раз. Я хотел сказать, что в 20 раз, да. В 20 раз? Да, конечно. Ну, то есть есть люди, которые не берут рук. Но тоже Слава Климов не всегда берет рук. Хотя я к нему очень уважительно отношусь. Он сделал колоссальный бизнес. Он отличный предприниматель. Он на звонки не отвечает. Слушай, ну он может быть занят. Я всегда лояльно отношусь. Мне бы хотелось им помочь в этой ситуации, в которой они были. В том числе медиа подсветить это. Ну, они же пошли на медиа подсветку. У меня большая аудитория, у меня много просмотров. И я сделал это так, как смог. Но можно было сделать лучше, если бы добавить вкрапления персональных высказаний. Слушай, значит не нуждаются в тебе, правильно? Я, слушай, имею, 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 безусловно. Достаточно часто в фейсбуке достаточно оскорбительные комментарии для таких людей, как я, которые бегают медленно. Что-то там за история было, что за, как ты его назвал парень, что-то там медленно пробежал. Не помню. Это скандальная история, что ты написал, что только лохи, что-то там 4 часа, марафон. Помнишь данную историю год или два? Не помню. Я вообще слово лохи могу только вшутливо использовать. Там вшутливо было, но тем, кто прочитал, было не смешно. Надо развивать чувство юмора. Вшутливо для всех, кто не бегает, и очень не смешно для тех, кто пробегает там 1-2 марафона за рейсб. Я не помню. Если хочешь, тогда надо обратиться именно к конкретному тезису. Хорошо. Люди, которые не выбегают из 4 часов марафон и из 2 полумарафон. Для тебя кто? Начинающие, начинающие, бигиннеры, отлично. Лучше, чем сидеть, бухать. Отлично. А история с ребенком твоим, который сидел за рулем на большой скорости, которая вызвала достаточно оживленное обсуждение в фейсбуке. Вот если бы ты сейчас это делал, ты бы повторил этот опасный эксперимент? Посадить его за руль или снимать в это время? Посадить его за руль и снимать в это время. Я его сажу иногда за руль, потому что учу его ездить за рулем. А снимать больше не снимал. Я его учу ездить за рулем. Ты продолжаешь делать это, но не снимаешь, чтобы не читать всего того, что написали на твоей стороне? Наверное. Наверное так. Ты знаешь, я просто не хочу собирать негатив. Не столько общественное мнение для меня важно, или мнение незнакомых мне людей о том, что я делаю, сколько я не хочу собирать негатив. Ну, потому что каждый вкладывает в эти слова, в эти звуки, в это общение с космосом какой-то свой смысл. Я не хочу, чтобы он как-то собирался над моей головой и что-то с этим происходило. Только всего. Ты веришь в эти вибрации, правильно? Да, да. Я считаю, что это это. Вернемся к бизнесу. Для тебя все, что произошло, было неожиданным? Или некие метрики внутренних замеров предупреждали тебя об этом, а ты был невнимательным? Метрики внутренних замеров предупреждали меня об этом, но я не хотел в это верить. То есть это розовые очки, которые всегда бьются стеклом внутрь? Нет. Это ошибка, ошибка человека, искренне любящего то, что он сделал, вложившего в это всю душу, деньги, и ты до конца не хочешь поверить в смерть своего ребенка, понимаешь? Даже если ты понимаешь, что это четвертая стадия рака. То есть это такая убийственная любовь? Да. Да. Если бы я сейчас это делал, у меня было несколько маркеров, я бы поступил совсем по-другому. То есть ты анализируешь все то, что произошло, и если бы это было сейчас, ты бы не повторил этих ошибок? Конечно. Конечно. Это, кстати, еще то, чем я могу поделиться. Я написал книгу об этом, на самом деле. Написал книгу, все никак ее не издал. Она требует такого окончательного редакторского... Назвал книгу «Как я просрал банк». Именно так название. Именно такое название. Причем там, где «просрал», там хэштег, так, чтобы можно было и слово «нецензурное». Просто Довлатов сейчас перевернулся в могилу. После таких названий книг. Я там все буквально подробно описал по процессу. Если бы у тебя была возможность выбора, тогда, насколько я помню, поправь меня, если я не прав, ты обвинял в деструктивных действиях Национальный банк. Если бы они действовали более конструктивно, ты бы выжил? Давай разберемся в формулировках «конструктивно» и «деинструктивно». Любовь к банку – это не скрытая любовь к себе. Это не невероятный эгоцентризм. Сначала второй вопрос, потом первый. Хочешь что-то полюбить – вложи в это деньги. В силу того, что я в данном случае… И я скажу больше, что глубина нашей любви к чему-то, она пропорциональна количеству вложенных денег. О деструктивном поведении регулятора. Если бы регулятор был более конструктивным, ты бы не потерял банк? Нет. Не потерял бы? Нет. Нет. Точно нет. По пунктам обвинения можно услышать? Там было что-то личное? Первое – это была заказуха. Назовешь от кого? Легко. Наконец-то. Наконец-то! Пользуясь случаем, хочу передать привет. Моя первая ошибка состояла в том, что я ввязался в корпоративный конфликт вокруг здания, где находится мировой банк. Ввязался в него таким эмоциональным партнерством своего друга, который был собственник этого здания. Я, будучи публичным человеком, обладая публичным бизнесом, подтвердил свое партнерство с ним. Это была такая роковая встреча. Потом человек, который представлял интересы другой стороны, пошел к руководителю администрации президента и включил пуш-ап. На тот момент? Да, на тот момент это был… Андрей Заик. Очень не похоже на его стратегию управления делами. Мне кажется, это интеллигентный, чудом сохранившийся так долго в нашей власти человек. Это мое мнение. Ну, вот как бы ты характеризовал предыдущую власть, если сравнивать, например, с животными? Сравнивать с животными? Да, да. Вот предыдущая власть – это вот кто? Ракетиры. Стая кого? Стая, ну, думаю, вов, наверное. Волков? Волков, возможно. А как ты охарактеризуешь сегодняшнюю власть? Мародеры. Это волки в овечьих шкурах. Ну, я понимаю, к чему ты… Ну, понимаешь? Есть претензии каллегории, но в целом я понял. Да, да. Так, то есть, кроме всего прочего, было что-то личное внутри поведения регулятора? Потом был сигнал «Команда ФАС». Меня начали проверять. Проверяли долго, упорно, это был, наверное, февраль-март 2015 года. То есть, стресс-тест, краш-тест ты не прошел, правильно понимаешь? Не совсем так, нет. Смотри, в жизни каждого бизнесмена происходят определенные события, которые проверяют твою компанию на сейсмоустойчивость. Я, например, тоже проходил такую историю, нас там огромное количество времени проверяли, ничего не нашли. Ну, просто ничего. То есть, чтобы было понятно, в моем случае, даже ездили в школу, в которой я учился, и спрашивали, как я вел себя на переменах. Я не шучу. И искали, возможно, недовольных людей. Но, как бы, я это прошел. И в жизни любого бизнесмена есть моменты, когда нужно зафиксировать, несмотря на огромную турбулентность, сейсмоустойчивость своей компании. Я ее не выдержал. То есть, ты не прошел краш-тест раз. В этот момент было личное отношение к тебе регулятора, как я понимаю, два, ты об этом писал. И третий, ты не смотрел на внутренние метрики. Четвертое, на фоне неболезненного, но высокого эгоцентризма, все это дало суммарно потерю бизнеса. Так? С какими-то шероховатостями, ну да. А тот твой друг, которому ты помог, сейчас рядом? Нет. Очень часто ты заметил, бывает, что когда тебя не просят, а ты эмоционально вмешиваешься, потом на вывод... Не, меня просили, меня просили, меня просили, ну вот так, просят. Это немного аморальная история, нет? Слушай, каждый выбирает, я не судьи, не судьи, будешь. Ты же уже не о чем не жалеешь. Ты же уже не о чем не жалешься. Нет, вообще ни о чем, я стал более счастливым. В твоих словах сейчас нет никакой обиды. Вообще нет, вообще нет. То есть я вычеркнул из жизни. А это же не бизнесовая история? Бизнесовая, а не бизнесовая. Там очень много... Это не был бизнес, это были эмоции, это было много, много... А имеет право бизнесмен на такие эмоции, которые... Конечно, имеет право, конечно, имеет право. Каждый человек... Это твой опыт, это ты считаешь. И ты бы сейчас повторил? Нет. Ты считаешь, что да, но сейчас бы не повторил. Поясни, тут есть определенные когнитивные диссонации. Я считаю, что это правильно, но я бы в следующий раз сделал неправильно. Тебе не кажется, что вот эта твоя противоречивость, что ты до сих пор... Ну, подожди, 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 подожди. Кто ты мотиватор, кто ты отец пятерых детей, кто ты банкир. Она приводит к тому, что ты по факту нигде. Нет, мне так не кажется, во-первых. А во-вторых, давай вернемся к первому вопросу. Почему бы я... Нет, если бы вернуть время назад, нельзя было этого делать. Нельзя было. С этим человеком, да. Надо ли поступать эмоционально? Конечно, надо. Мы же люди. Нет, не надо, а имеешь ли право? Не просто имеешь, а, конечно, имеешь право, да даже обязан поступать эмоционально. Вопрос, где найти границу между любовью и... И бизнесом. Да, да. Это, наверное, такой самый большой вопрос для каждого из нас. В одной из передач в Москве, по-моему, могу ошибаться, ты сказал о том, что есть накрутка просмотров с моей стороны. Ты говорил там, потому что бы увидел, что я не услышал. Я в комнате. Нет, я в комнате совершенно это открыто сделал. Я же не бот. То есть ты считаешь, что у передачи Big Money накручены просмотры? Ну, на ранних стадиях точно это было. Какие... Маркеры? Какие, да, какие, я бы сказал, сайт-то... Ну, не может быть там первые сутки 6 тысяч просмотров, а через сутки 250. Мы допускаем, что можно продвигать свою передачу с набором рекламных методов? Мы, конечно, допускаем, но это все равно не... Это режет твою глубину просмотра, режет длину просмотра. И есть способ, когда ты вставляешь там свою рекламу в начало какого-то видео, которое имеет ротацию, оно проходит 7 секунд, оно считает тебя, что тебя посмотрели, а на самом деле тебя посмотрели 7 секунд, и у тебя в аналитике отражается, что у тебя посмотрели 7 секунд, а средняя продолжительность твоего просмотра, ты же... Получается одна минута. С учетом того, что тебя 10 тысяч просмотрело 100%, а еще там 240 тысяч посмотрело 7 секунд. И ты же себя не обманешь. Я увидел твой комментарий. Да. У нас внутри был страшный разбор полетов. Ты знаешь, я это умею и люблю делать. И я... Я же хочу мир делать лучше. Да, я сказал, ты хочешь делать мир лучше, девальвируя своих конкурентов, нет? Нет. Этого нет. Просто лучше. Я думаю, что если ты хотел сделать мир лучше, и меня в частности, ты бы в личку мне написал, обрати внимание на работу тех, кто занимается твоим продвижением. Но ты это сделал публично, девальвируя канал, и так я услышал. Это не так. Во-первых, я не уверен, что... Я практически был уверен, что ты не читаешь комментарии. Это первое. Я тебя этим заставил читать комментарии. С одной стороны, с другой стороны. Мой комментарий один из... Ну, я высказал свое мнение публичное, я его сейчас высказываю публично. После этого я затребовал глубину просмотра. Да. Если я тебе предоставлю, вернее, когда я тебе предоставлю глубину просмотра, ты извинишься? Да. После передачи я специально пригласил сюда людей, которые занимаются ютюбом. Мы поясним тебе, насколько ты был неправ. Мы с тобой вместе понимаем, что накрутка для любого ютюб-канала – это позор. Да. И это аморально. Да. Так делать нельзя. Да. Когда я тебе покажу глубину просмотра, ты поймешь, о чем речь. Ты извинишься, если это не так. Ты же меня уже спросил. Второй раз ты не веришь, что я извиняюсь. Я всегда во всех переговорах то, о чем договорились, проговорю два раза еще. Можем подписать. Еще лучше подписывай протокол беседы, так называемый сейфовый копий, весь печати. Это всегда делает отношения максимально прозрачные. По твоему каналу, ты считаешь, что старт достаточно плавный? Ну, смотри, канал же был сделан после первого видео, которое было у Федорова. Я, честно, ним занимался левой ногой. И я ним стал заниматься только в декабре позапрошлого года. Когда увидел интерес, правильно понимаю? Я нашел в себе этот интерес. Не увидел интерес, а нашел в себе этот интерес. То есть это опять не количественное показание? Слушай, театр существует для зрителя. Это слова Тимонкина, который когда-то мне сказал, она мне эта фраза. Мы все делаем для того, чтобы нас смотрели, для того, чтобы нам это нравилось. Мы делаем это ради социального признания. Когда ты стартанул с каналом, это было в силу того, что ты увидел определенный интерес в виде количества просмотров? Нет. А если существует для зрителя, почему ты не поинтересовался, как он на это смотрит? Ты опять противоречиваешь? Я не поглядывал туда. В фразе слышишь? Ты говоришь, мы делаем все для зрителя, но мнением зрителя ты не поинтересовался, принял решение и пошел. Теперь называешь старт достаточно плавно. Но если сейчас я смотрю в Google Аналитику каждое утро, то сейчас я вообще даже не знал, что она существует. Я понял, но мы же про зрителя сейчас. Нет, мы сейчас про канал. Вот сейчас у меня, мы можем сейчас открыть, у тебя в айфоне и у меня. Есть у тебя Google Аналитика или нет? YouTube Аналитика. У меня есть аналитик, который анализирует YouTube Аналитику. Да, ну у тебя есть эта аппликуха. Да, конечно. И у меня она есть. Так вот сейчас я открываю утром глаза и не захожу в Facebook, а захожу в YouTube Аналитику. Я смотрю, для меня сейчас это важно. Когда я сделал канал в 2013 году, я туда вообще не знал. Я не знал о том, что она есть. Я не знал, как теги делаются, вообще что. Ну, то есть, эта жизнь была параллельная. Ну, сделал какое-то видео, выложил. И забыл. Да, и забыл. Да, потом раз, посмотрел раз в месяц. О, посмотрела 10 тысяч людей. Ты не продвигал свои видео? Нет. Тогда вообще нет, вообще нет. Сейчас там вяжется как-то это Instagram, Facebook, я делаю репосты, я делаю там анонсы. Это все уже в системе, да. Тогда нет. У тебя каким-то образом синхронизируются остальные соцсети под YouTube? То есть, YouTube у тебя главный. Большое количество людей ведет бизнес в социальных сетях. И тенденция будет нарастать. Важны очень советы человеку. Очень важно, это надо делать, это надо делать. Это драйверы, которые драйвят одно другое. И нельзя списывать со счетов, забывать о чем-то одном. И все желательно делать вязки. Причем имеет значение, когда ты сразу стреляешь по всем орудиям. Контакт, через VPN. Это давление на потребителя, правильно я понимаю? Нет, это что чувствует YouTube. Чувствует YouTube, когда переходы идут из других источников. И когда их много, у тебя есть шанс попасть в тренды. Если у тебя тренды подхватывают, соответственно, у тебя тренды начинают... То есть, он не обижается на Facebook, допустим, что... Нет, он любит, когда Facebook дает ему источник трафика. Вот я не знаю, какой у тебя, у меня там Facebook это 37% трафика. Переходов? Да, переходов. Facebook, YouTube. Да, да. Так это высокий показатель? Это очень высокий показатель. То есть, это... У меня глубина просмотра высокого. Показатель интереса аудитории. Да. Ну, скажем так, это показатель, в том числе, моего влияния в той или иной соцсети. То есть, я Instagram, например, не занимался до декабря прошлого года вообще. Сейчас занимаешься? Сейчас занимаюсь. Я считаю, что Instagram это более драйвовая штука, чем Facebook. Facebook это пенсионерская тема. Продезуточные итоги. Банкир, успешный бизнес, успешный банк, эмоция, деструктивное поведение регулятора, компания не прошла тест на стрессоустойчивость, потеря бизнеса, эмоциональное решение по YouTube. Сейчас достаточно эффективное управление каналом, попытка получения серебряной кнопки YouTube и попытка после этого капитализации. Все это время жизнь на мизерах. Да. Примерно так. Такое табло тебя устраивает? Устраивает? Жень, я не говорю устраивает или не устраивает. Я живу сегодняшним днем. Я не живу прошлым и не живу каким-то эфемерным будущим. Ты сейчас лучше, чем было, когда ты был в банке, когда ты был бигбоссом. Слушай, бегал я тогда быстрее. Был на 3 килограмма легче. Там, семья моя счастливее сейчас. Больше времени? Детям я уделяю значимо больше времени. Значимо. Значимо просто порядки другие. Да. Если там абстрагироваться от всего этого, посмотреть на себя со стороны, то сейчас мне картинка больше нравится. Вопрос, чтобы это было еще там подкреплено какими-то цифрами, вообще было бы сказочно. Частые достаточно поездки в Россию. Это попытка выйти на российский рынок, который в разы больше украинцев? Не попытка, это совершенно логичная активность в отношении русскоязычного рынка. Мы же сейчас с тобой говорим на русском языке, а ты все равно хочешь русскую аудиторию. Да, конечно. 150 миллионов носителей языка и русского. Если я сравнил украинцев, все, кто встречаются из бывшего СССР, они все называются сейчас русскоязычными. То есть сейчас нет русского магазина в Нью-Йорке, сейчас есть русскоязычный. Потому что там встречаются украинцы, говорят на русском, там встречаются казахи, говорят на русском, там встречаются белорусы, говорят на русском. Там иногда встречаются киргизы, прибалты и так далее. Чуть-чуть украинцы там начали говорить по-украински. И там говорят, да, говорят по-русски, потому что, ну, как сказал один мне бизнес-тренер, говори на том языке, на котором говорит большее количество людей, потому что все они твои клиенты. А носители испанского 500 миллионов, понимаешь? И да, в Майами, например, чаще слышится испанская речь. И мы сейчас ни о какой неополитике или там истории, мы сейчас говорим как бизнесмен. Так все-таки твои поездки в Россию, это попытка выйти на 150-миллионный рынок потенциально твоих клиентов в России. Ты там читаешь семинары по мотивации в том числе. То есть там нужны такие тренеры. Есть несколько задач, которые я выполняю этим. Во-первых, для меня это работа. Сейчас уже работа? Ну, конечно. Я без денег не выступаю нигде. То есть это все оплачено? Конечно. Правильно понимаешь? Нет ни одного бесплатного семинара? Тем более в России. Промо нет? Нет. Только за деньги? Еще есть одна функция. Это, знаешь, ту функцию, которую выполнял НТВ на Донецкой территории, только обратная. Это сложно для меня. Давай без политики. Не понимаю, как бы... Нет, я говорю о том, что они должны понимать, они должны понимать, что мою идеологию, что я отсюда, я не скрываю, я говорю с детьми исключительно на украинском языке. Я думаю на украинском языке. Я понял, в России на семинарах говоришь на украинском? Нет, что-то. С детьми говорю на украинском. И с детьми в России тоже говорю на украинском языке, где бы я ни был. Если дети со мной, я говорю на украинском языке. Книга, которая перевернула твою жизнь? У меня не было книги, которая перевернула мою жизнь. Фильм? Бойцовский клуб. Бойцовский полоник. Ну. И он достаточно давний фильм, до сих пор... Я его смотрел 50 раз. 50 раз? В разных интерпретациях, местах, носителях, кинотеатрах, на планшете, в оригинале с переводом на украинском языке, на русском, в оригинале с субтитрами, на разных языках. Это мой любимый фильм. Блиц? Да. Айронмен или Марафон? Марафон. Не Айронмен. Почему ты переспрашиваешь? Потому что я пообещал, что я 50 лет пробегу половину айронмена. Сейчас мне достаточно сложно себя замотивировать, сесть на велосипед и начать плавать. Бегать я уже более-менее, хоть и медленно научился, поэтому от тебя, как от моего мотиватора в спорте, хотел услышать... Тогда это будет не Блиц. Понимаешь? Это уже не Блиц. Извини, пользуюсь служебным положением. Сейчас меняем Блиц. Все, тормозим. Марафон – это вечное. Понимаешь? Вечное. Да. Это, знаешь, на уровне мантры. Тогда следующий вопрос. Вопрос не Блица. Блиц или не Блиц для тебя? Ты любишь быстрое решение или ты силен задним? Doesn't matter. Без разницы. Блиц. Могу Блиц. Могу не Блиц. Придется определиться все-таки. Давай Блиц, окей. Блиц. Кроссовки в каких бегаешь? Афикс. Асикс или Брукс? Только Афикс. 42,5% по замерам Нью-Йоркский марафон пробегают в Асикс. Не читал статистику. Там очень многое зависит от того, кто генеральный спонсор. В этом году генеральный спонсор New Balance. Я думаю, что уровень, удельный вес, New Balance и грецкая вывод. Я поехал в Дюссельдорф на мотивацию смотреть, как люди бегут Iron Man. Спонсор был Хоку. И процентов, наверное, 55% просто бежало в Хоку. Я был невероятно. Я в Хоку. То есть это тоже маркетинговый ход? Да, да. Будьте спонсорами больших, значимых мероприятий. В Хоку пошел. Это для масс-маркета хорошая очень тема. Все, кто работает на масс-маркете, марафон – это идеальное место. Идеальная площадка для рекламы. Идеальнейшая. Аудитория растущая, молодая, перспективная, не дурная, не развивающаяся. Это идеальная ситуация. Мало того, каждый человек, пропуская через боль саму дистанцию, у него есть засечки в голове. На всю жизнь. Да, да. Какая вода была, какой изотоник, какое пиво на финише. У нас сегодня был очень интересный собеседник. Не все, вернее никто, практически не готов говорить честно о неудаче. Все очень долго, красиво, правильно рассказывают о удаче. Андрей тот редкий пример человека, который относится к своей неудаче, как к обучению, а не как к наказанию. Из этого я, например, могу сделать только один вывод, что набекавший вздоволь, имея свободное время в отсутствии сейчас значимого бизнеса, он обязательно вернется в большой бизнес. Я лично в это верю. Слушайтесь внимательно в каждую фразу, которую он говорит. Для меня, например, это было очень полезно. Смотрите «Большие деньги». Подписывайтесь на канал «Большие деньги» и «Бегучий банкер». И «Бегучий банкер». Я подписался. Большое спасибо. Спасибо.